Первая в Беларуси светская научная установа, катехитичный колледж имя Зигмунда Лазинского, отзнашу свой 5-годовый юбилей. В этот день у колледжи открылась и выстава Дорогой Библии. Урочистая церемония с нагоды юбилея катехитичного колледжа имя Зигмунда Лазинского, с яким супау и початок научального года, началась знабоженство, якую означали у апостольских нунций в Беларуси архибискуп Клаудио Гуджироцци. У колледжи научаются студенты из всей республики. Они отримывают веды по теологии, истории церквы, библиологии, педагогицы, философии и психологии. Не каждый из них в будущем станет выкладателем, сможет передать свои веды родным и близким, что будет сприять духовному развитию нации, переконанные святары. Пять лет назад официально государственными владами был зарегистрированный катехитичный колледж в Барановичах. Фактически действовал уже на других умовах около 20 лет. И эту работу по державной реестрации в свой час еще довел ксенц-кардинал Казимир Швентак. После службы в лекционной зале колледжи выпускники отримали дипломы, а першокурсники – заликовые книжки. Сегодня тут 70 студентов. В этот день у колледжи открылась выстава «Дорога и Библии». Ее атмосфера переносит наведывальников на тысячи годов тому. В экспозиции рельефные карты, сосуды, в которых заховывались острожитные манускрипты, рослины, которые сгадываются в Библии. До некоторых из них можно докрануться. Можно наватачуть себе у роли переписчика священных описания. В связи с открытием вот этой экспозиции у нас здесь в стенах категорического колледжа будет проводиться специальный семинар, посвященный Библии. Мы пригласили тоже гостей из Белоруссии, известных профессоров, переводчиков, исследователей Библии. На мою думку, великое значение этих семинаров – показать, что религия и веды – это не только традиция. Наша задача, как кажется, сама Библия – обхрунтовать, дать интеллектуальное обоснование нашей веры.